это профессия действительно на которой можно заработать если тебе допустим нравится общение с людьми я хочу людям показать что инвестировать недвижимость это хорошо и независимо от того кто ты чем ты занимаешься что-то делаешь ты можешь как бы иметь свой капитал его каждый раз приумножать и благодаря этому становиться богаче чем мне нравится эта сфера именно тем что тут нету предела в первую очередь через это все мои как бы действия хочу людям помогать потому что первую очередь как бы чем полезно я людям я даю крышу тем над головой на сегодняшний день я являюсь учредителем двух фирм варшаве первая фирма нас называется филнэчер и она занимается именно посредничеством найме это мы просто помогаем людям найти жилье квартиры это коммерция также сотрудничаю с многими застройщиками варшаве где мы тоже большим объемом предоставляем квартиры мы также помогаем переезжать фирмам за границы они ко мне обращаются запросам найти коммерцию найти всем допустим сотрудникам жильем помогаем это им найти кроме этого мы помогаем людям с аспектами такими как легализация если нужно будет и это на все кроме этого фирма у меня есть еще одна мы тут занимаемся именно комнатами у нас одна из самых больших фирм варшаве у нас около 50 квартир целом наверное это 250 комнат где мы от имени своей фирм предоставляем людям комнаты они могут к нам заехать договор подписывается там со мной и с моей фирмы это больше как посредничество тут мы тоже занимаемся продажами отчасти и делаем такие большие ремонты инвестиционные проекты и кроме этого третий мой проект который я на этапе развития это будет мой как бы личный это он будет у меня в грузии в батуми я хочу развивать себя как именно дураться инвестицийны что это именно я хочу людям показать что инвестировать недвижимость это хорошо для того чтобы начать это делать не нужно больших денег например ну мне 20 свежих пила две квартиры я ну как бы учение года может так заработал на них это как бы несложно мой круг общения состоит из моих же ровесников и как бы каждый второй я им говорю слушайте делаем так зарабатываем покупаем то потому что как бы я рынок знаю знаю как он растет я знаю что будет расти что можно будет перекупить продать и то есть люди не доверяют и то есть я как бы хочу сорну собирать единомышленников то есть этим всем помогать людям делать свой капитал богаче почему как бы я тут вижу большинство людей как бы намного старше меня и я увидела как бы большой минус наверное как бы в нашем всем окружении в нашем времени что нас никто не учил финансовой грамотности нас никто никогда не учит что делать с деньгами мы можем их начать зарабатывать многие из нас я знаю что зарабатывают хорошо даже будучи здесь в польше но про что мы делаем с этими деньгами покупаем одежду ездим на отпуск а как бы эти деньги нам деньги не приносят но это можно сделать так чтобы они приносили день есть много как бы направлений и инвестиций ну я это недвижимость я знаю как это сделать на недвижимости у нас сейчас такой мир что как бы своим примером мы можем вводить в массы новые культуры как бы я своим примером отчасти хочу людям показать что допустим независимо от того кто ты чем ты занимаешься что-то делаешь ты можешь как бы иметь свой капитал его каждый раз приумножать и благодаря этому становиться богаче выходить через это на совсем другой уровень жизни и это несложно это просто это можно каждому и нужно чтобы тебе было 30 лет не нужно быть никаким бизнесменом можно быть студентом можно работать на простой работе то есть как бы все можно главное что у тебя здесь в голове и чем ты руководствуешься кто такой риэлтор у меня здесь написано и на чем он зарабатывает так как у нас клуб профессий я тоже как бы хочу рассказать о том как на чем зарабатывают мои сотрудники мои партнеры мои девочки которые у меня работают мальчики тоже мы все риэлторы отчасти я сейчас собираю команду мы каждый раз развиваемся потому что когда началась на украине война я не собирался скрывать фирму по риэлторству ко мне обратилась одна международная компания она называется генезис она насчитывает тысячи сотрудников и они мне сказали юль мы знаем что ты занимаешься недвижимостью в варшаве наш один из штабов перебирается варшаву и всем нужны квартиры говорю ну не буду же вам просто так бесплатно искать ну какой-то хоть процент не заплатите они говорят хорошо заплатим договорились про процент так я начала то есть мы их закрыли где-то наверно в 30-40 квартир первую партию это мы сделали с моей подружкой это мы сидели с ней вечером что-то в инстаграме лица я говорю что отдельно делаем она такая ну давай будем искать может получится все нашли и там уже началась сарафанка то есть у меня с марта месяца март апрель май за четыре месяца у меня насчитывается 8 сотрудников все ребята очень классно закрывают клиентов мы в течение одного-двух дней подыскиваем квартиры мы это делаем быстро мы делаем качественно работает очень хорошо сарафанная радио что у меня даже физически нету ни силы ни времени чтобы как бы это масштабировать все на социальные сети потому что всем просыпаюсь 12 засыпают а каждый день что еще кроме этого что касается профессии это профессия действительно на которой можно заработать если тебе допустим нравится общение с людьми то есть профессия риэлтор можно входить в любое как бы возраст независимо сколько тебе лет что нужно например варшаве знание языка желание развиваться и вот любить общаться с людьми чем мне нравится эта сфера именно тем что тут нету предела то есть тут у тебя нету границы ты не работаешь на каком-то этапе тебе не платит раз на месяц ты можешь навязывать контакты заходить в разные проекты и развиваться в принципе как и у меня получилось и сейчас я в процессе такое не знаю как бы предреклама сказать записи своего личного курса по риэлторству потому что у меня ежедневно поступает огромное количество заявок амбициозных молодых и постарше ребят которые хотят развиваться работать у меня в команде у меня физически не хватает времени я просто думаю это больше автоматизировать через курс там будет все от а до я разложена по полочкам человека мне будет заходить через курс приобретая профессию он сможет работать как у меня фирме так он может реализоваться самостоятельно то есть тут я за то чтобы мы подняли допустим уровень и всего этого на другой потому что я считаю что после того что произошло 24 февраля на украине жизнь вашей поменялся до и после здесь у нас будет как в польское общество будет русскоговорящие общество а то политика поляков который у нас есть в день и говорят мы не будем сдавать украинца мы не хотим чтобы у нас были ни украинцев не белорусами нет не нравится потому что мы ничем не хуже от поляков мы как бы тоже люди первую очередь через это все мои как в действиях хочу людям помогать потому что первую очередь как бы чем полезная людям не даю крышу любим головой каждый из моих человек, кто у меня работает, они помогают найти крышу над головой, чтобы человеку было где жить, где развивать свой бизнес, потому что это больная тема у каждого, тем более сейчас не сдают женщинам с детьми, не сдают с животными, ко мне пишут, ко мне звонят, Юлия, пожалуйста, у меня одна фирма, она с поляками, то есть на начале у меня были с ними прям контры такие, что они говорят, нет, мы не будем поселять с детьми, и говорят, слушайте сюда, а если у вас произойдет такая же ситуация в стране, не дай бог, вы пойдете на Украину, и вы останетесь здесь, ваша жена поедет с ребенком на Украину, и ей каждый второй будет говорить, извините, но мы с детьми не сели, что ей делать, на улице жить или что, ну и я с ними ругалась, ругалась им, я объясняла свою позицию, в итоге как бы пришло все к тому, что мы открыты ко всему, мы людям помогаем, у меня есть большая база контактов поляков, которые поселяют бесплатно, комнаты отдельно, где будет ваша приватность, квартиры, то есть максимум все, как можно помочь людям, мы помогаем к профессии, что делает риэлтор в работе, на чем мы зарабатываем, что мы делаем, приходит нам клиент с запросом, найдите, пожалуйста, нам квартиру, мы находим квартиру, мы договариваемся с хозяином квартиры, мы присутствуем на просмотрах, смотрим, все ли действительно легально по стороне хозяина, является ли он хозяином, на всех этапах заключения договоров мы тоже присутствуем, после этого мы людям помогаем, по максимуму у меня очень большое количество контактов и людей, которые над этим работают, и поэтому как бы весь сервис полностью обеспечиваем. Я была один раз на встрече, девочка одна проводила, она была там спикером, это было в Варшаве, и она сказала такую вещь, что нас посредников никто не любит, а я говорю, да как никто не любит, меня любят все, она говорит, да нет, ты не понимаешь, не любят, потому что вот нам надо платить деньги, а деньги не платить не любят, если человек видит ценность, за что он платит, он всегда заплатит, вам скажу честно, я всегда вот поднимаю провизию, как бы комиссию в своей фирме, и знаете, когда, когда ко мне клиент приходит и говорит, ну, больше, потому что я понимаю, что вы делаете больше, чем стоит ваша работа, то есть я понимаю, насколько люди нас благодарят, насколько мы людям, ну, как бы, ну, мы помогаем людям в первую очередь, конечно, тут, допустим, есть такие люди, вот эти вот мошенники, которые хотят натянуть на деньги, раскрутить, вот это все, я этого не люблю, я с людьми по-человечески, потому что неважно, кто ты, кем ты являешься, какой у тебя уровень жизни, сколько у тебя денег, мы все люди, мы все одинаковые, и с людьми всегда нужно по-человечески общаться, если они видят, что ты открыт, ты по-хорошему к нему относишься, то же самое будет отношение к тебе, еще я верю просто в карму, во все то, что оно возвращается, ну, я как бы, так еду в своей жизни, вроде бы что-то получается, то, что у нас свободный график, куда ко мне иногда приходят ребята и говорят, можно у тебя работать, и говорю, чем вы еще занимаетесь, и такие, ну, еще в фирме работаем тоже, говорю, как вы собираетесь это, ну, совмещать, ну, у меня есть выходные, и после пяти это уже свободный, говорю, слушайте, профессия риэлтор, то есть посредник, вот, неважно, в продажах, в аренде, это полноценная профессия, иногда она намного, как бы, хуже, в том плане, что нету стабильного графика, конечно, ты можешь сам решать, когда ты работаешь, но тут как раз-таки воспитывается твоя дисциплина, то, как ты сам готов реализовывать себя, и тут нет, вот, мне нравится это тем, что я вот начала, ну, я когда-то работала здесь в магазинах, как обычный студент, там, за прилавком, и потом, когда я начала сдавать комнаты, мне понравилось то, что у меня появилась такая возможность, потому что я поняла, что абсолютно каждая копейка, какая у меня будет, она зависит ровно от того, сколько работы я сделаю, ничего я не делаю, у меня ничего нету, если я работаю, у меня денежки есть, это хорошо тем, то, что тут полностью мы стираем принципы этих корпораций, потому что, например, в корпорациях как, приходят люди на работу, посидят, что-то по делу, чтобы что-то сделать, уходят домой, и все, то есть, развития потенциала, как такового человека нету, у нас это все по-другому, потому что, ну, я всем девочкам у себя, вот, кто работает, говорю, слушайте, то, что у нас есть сейчас, это вот просто наши черновики, которые мы пишем, потому что то, к чему мы пойдем дальше, у меня возможностей много, у меня много застройщиков, которые хотят со мной, как бы, сотрудничать, и, чтобы я их продавала жилье, и в Батуми, и в Дубае, они хотят, ну, Юль, приходи, но у меня принцип, я хочу заходить на рынок с командой, то есть, моя сила будет в том, что у меня будет команда специалистов, я говорю, мы сейчас научимся все быстренько на аренде, потом начнем, попродаем немножко, и потом пойдем, как на мировой рынок, и всем покажем, кто вы такие. По Грузии все к нам, в нашем филиале. А так сейчас и есть, верите, нет? Как бы, я друзьям говорю, слушайте, у меня там есть проект в Грузии, один у меня есть, Реддиса начали строить, пятизвездочный отель, можно сейчас купить, но среди закрытого круга. Ну, я сказала, что почем по ценам, но на самом деле очень дешево, рассрочка на 48 месяцев, 0%, а сейчас знаю, что 4 июля поднимется цена на 300 баксов, я говорю, слушайте, сюда, кто сейчас подпишет умову на резерв, то вы за неделю станете богаче на 9 тысяч долларов. Я говорю, Юля, бронируй, мне три, мне четыре, я звоню туда, фируй, мне, пожалуйста, сразу пачкай. Так оно и работает. Смотрите, дальше, что плохой заработок, сколько не работай, нормальных денег на процентах не заработаешь. Этот миф опровергается европейской действительностью. Ну да, может, я не знаю, в странах СНГ наших, я там не работала риэлтором, честно говоря, не знаю, что сказать, потому что я только в школе училась у себя там, ну, в стране, сюда я приехала работать. Здесь хороший риэлтор заработает, то есть человек, который хочет развиваться, он всегда заработает. То есть возможностей много, тут, ну, хочешь, сделаешь, не хочешь, не сделаешь. Вот вчера я даже стори записывала в Инстаграм, говорю, вот все вы думаете, я такая успешная, такая молодец, но, как бы, у меня тоже бывает, что что-то не получается. Вчера, допустим, проработала часов 13-14 с утра до ночи, не подписала ни одного договора, вообще ничего не сделала, была куча встреч, ну, все. Ну, как бы, я тут не говорю, нет, это не мое, я этого не сделаю. Как бы, я изо дня в день знаю, то, что завтра проснусь, я все сделаю, все будет хорошо, я понимаю, то, что у меня есть конечная цель, к которой я иду. Вот, знаете, многие вот говорят, вот по Инстаграму ходит, то, что маленький ребенок, который есть, и пробует ходить, вот он встает, идет, когда падает, он не говорит, все, ходить, это не мое. Он встает, учится, и потом он все равно идет. И так, в принципе, у нас работает в каждой сфере нашей жизни, то есть человек пробует, не получается, так пробуй еще раз, потому что, если ты будешь делать одно и то же, как бы, действуя несколько раз, ты станешь лучше, чем кто-то в разы. И это в любой сфере абсолютно. А люди вот делают, не получают, сразу вот вкидывают, нет, мне не получилось. Да нет, мы же, когда были маленькими, не падали, не говорили, мы не будем ходить, будем ездить на коляске. Мы встали, мы пошли. Так, и сейчас тоже, тем более у нас мир возможностей, интернет, связи, знакомства, то есть, вот все, вот у нас все есть, делай, что хочешь. Захочешь, делай, не хочешь, ну, ничего у тебя не будет. Какими качествами должен обладать риэлтор, быстренько проговорю. Я говорила уже про общение, про понимание, потому что это работа с людьми, коммуникабельность. Отношения с людьми, в принципе, это основа нашей профессии. И, как бы, порядочность, и с людьми быть по-человечески, умение навязывать контакты. И, кстати, вы про специалист нетворкинги. Нетворкинг – это наше все. Я являюсь президентом одного бизнес-клуба здесь в Варшаве. И там все знают то, что у нас в Варшаве риэлтор – это Юля. И все, кто приезжает сюда, все сразу, Юля, нужна квартира. Ну, Юля, нужна коммерция мне под бизнес. Да, вот так работает нетворкинг. А, и честно, как бы, они все ко мне приходят. Не знаю, плама, вообще не нужна. Одна девочка говорит, я написала семьи своим знакомым, порекомендуйте мне риэлтор. Она говорит, когда мне пять человек скинуло тебя, я поняла, что ты действительно хорошо работаешь. Должен любить свою работу риэлтор, быть опрятным, энергичным, оптимистичным, мистерствоустойчивым. Ну, в принципе, это, думаю, по мне немножко это видно. Да, потому что в первую очередь мы своей работой продаем себя. То есть, ну, как бы это, может, и странно не звучало. Каждый клиент хочет, чтобы ему было приятно работать с нами. Допустим, у меня есть такой немножечко отчасти, там, дресс-код в фирме. Я девочкам говорю, мы с отросшими ногтями не ходим. Мы должны все выглядеть всегда красиво, потому что, как бы, у нас такая фишечка есть. Мы молодые, все такие красивенькие, умные еще, хорошо работаем. И у нас очереди клиентов постоянно. Как научиться этой профессии? Устроиться фирму, где вас обучат с нуля. Либо пройти обучение профессии онлайн на специализированных курсах. В принципе, очень много агентств, где там можно идти работать. Некоторые берут с опытом, некоторые берут без опыта работы. Поэтому главное желание, а в Варшаве уж точно можно найти себя в этой специальности. Ну и кроме того, как я уже говорила, я пишу свой курс, где буду всем всех учить. То есть, там, когда он у меня уже выйдет, мы начнем, как бы, его успешно людям передавать. Вопрос того, чтобы, как бы, оказаться у меня, допустим, в команде-фирме, он в разы, как бы, облегчится у людей. Потому что сейчас у меня, допустим, в очереди стоит 50 человек, которые поставляли заявки. Я не знаю, что с ними делать. Потому что каждую неделю по три человека беру, плюс-минус. И, ну, нужно, потому что клиентов много, нужно и сотрудников много, хочу развиваться. В завершение, что скажу, как бы, для меня моя профессия риэлтор, это не стало просто профессией. А это уже больше как стиль жизни. То есть, вот я недвижимость.